В общественном центре ЛАД состоялся турнир по русским шашкам. В соревнованиях участвовали зареченцы, состоящие в общественной организации Городской совет ветеранов. Она объединяет и граждан старшего возраста, и горожан с ограниченными возможностями здоровья, и ветеранов городских предприятий и учреждений. Состязания организованы в рамках реализации проекта «Активное долголетие». Данный проект стал победителем грантового конкурса Госкорпорации «Росатом». Проект состоит из трех частей. Это создание историческо-информационного центра в общественном центре ЛАД, где территориально размещается Городской совет ветеранов. Спортивные соревнования среди ветеранов. И заключительный этап нашего проекта – это проведение творческого фестиваля. В турнире по русским шашкам участвовали около 30 человек. Соревнования проводились отдельно среди мужчин и женщин. Сначала игроки боролись за победу в группах. Затем полуфиналисты разыгрывали путевку в финал. Последний тур состязаний проходил по круговой системе. При равенстве очков, например, мы подсчитываем коэффициент, потом учитываем дополнительные показатели, так называемые. При равенстве побед учитываем личную встречу. Если все у людей одинаковое и количество набранных очков, мы проводим одну партию, которая называется «Армагеддон». То есть партия, которая выясняет победителя. По итогам соревнований победителями стали Нина Леготина и Александр Ильин. На церемонии награждения организаторы отметили всех игроков. Каждый участник получит диплом участника. И первые три места получат еще и призы. Призы довольно-таки приличные. Блендер, одеяло и чайный набор. Ценные подарки получат и победители других соревнований, которые пройдут в рамках проекта «Активное долголетие». Запланированы турниры по шахматам, настольному теннису, морскому бильярду и пулевой стрельбе. К участию в них организаторы приглашают не только членов городского совета ветеранов, но и всех пенсионеров Заречного. Горожанам, желающим принять участие в состязаниях, необходимо обращаться в общественный центр «ЛАД», комнату номер 16. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».